В МГТУ были представлены экологические отчеты Кольска АЭС, Севрао и Атомфлота за 2018 год. Мероприятие прошло в формате презентации, где перед аудиторией выступили действующие специалисты-экологи атомных предприятий. Мурманскую область можно назвать регионом освоения не только Арктики, но и атомной энергии. Посудите сами, здесь находится Кольская атомная станция. Базируется атомный ледокольный флот. Работает несколько полигонов по утилизации ядерного наследия. К слову, именно вопрос безопасности обращения с источниками радиоактивной энергии стоит особенно остро. Именно его обсудили участники встречи в стенах Мурманского технического университета. МГТУ – это кузница инженерных кадров для Северного региона. И их экологическое образование наряду с технической, технологической подготовкой – это тоже очень важный аспект. Специалисты отмечают положительную динамику. Предприятия атомной отрасли работают безаварийно. Налажена система утилизации и переработки использованного ядерного топлива. Но всегда есть к чему стремиться. Сейчас особое внимание уделяется к уменьшению количества радиоактивных отходов. Россия делает свои шаги по созданию замкнутого ядерного цикла. И вот опытный демонстрационный центр, который в настоящее время успешно запускается. Я думаю, что смешанное топливо мы будем все это делать с тем, чтобы атомные станции вырабатывали электроэнергию, а количество отходов было меньше. В этом деле опытом может поделиться Кольская АЭС. На предприятии действуют различные экологические программы. Кольская АЭС за 2018 год потратила более 800 миллионов рублей на природоохранную деятельность. В дальнейшем планируются новые проекты, реконструкции, модернизации, введение в строй новых очистных сооружений. Согласно политике Росатома, существует целый план по минимизации воздействия предприятий атомной отрасли на окружающую среду.